Уникальные парки и объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, пирюзовая вода Индийского океана, производство цейлонского чая на плантациях, слоны. Все это про Шри-Ланку. Погрузиться в культуру Южного государства на несколько часов смогли участники Дня Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в Екатеринбурге. Мероприятие проводится в регионе впервые, но уже претендует на звание ежегодного. Узнать об экономике и предпринимательской деятельности острова стало возможно благодаря инициативе почетного консула Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в городе Екатеринбурге Владимиру Смирнову. Расскажем о туристических возможностях страны, о том, чем страна знаменита. В первую очередь, конечно, это чай, это, может быть, какие-то драгоценные камни, которые находятся в недрах этого островного государства. То есть вот такие, какие-либо интересы, у кого возникнут на любые вопросы, будем готовы дать ответ. Свердловская область и Шри-Ланка плотно сотрудничают с 2021 года и уже было проделано немало работы в области международных экономических торговых отношений и туризма. И что самое приятное, путешествовать в Шри-Ланку стало удобнее. В ноябре прошлого года было запущено прямое авиасообщение. Сейчас это направление набирает большую популярность среди российских туристов. За 2023 республику посетили более 190 тысяч человек. Урал хочет наладить поставки товаров из Шри-Ланки. Изобилие цейлонского чая, кокосовых продуктов, специй и текстиля на прилавках магазинов порадует многих жителей области. А вот некоторые бренды уже начали сотрудничать с поставщиками из республики. Они на самом деле очень гибкие и очень лояльны в общении, быстро отвечают. Конечно, нюансы сложные возникают всегда вообще в любом сотрудничестве. Ланкинские это партнеры или другие. Но с ними очень легко найти общий контакт, наладить связь и попробовать построить какие-то взаимовыгодные отношения. Один из главных обычаев Шри-Ланки – чайная церемония. Попробовать бодрящий напиток, заваренный по всем традициям республики, смогли все желающие. Красивое островное государство открыло свои двери для туристов и предпринимателей Свердловской области. Такие мероприятия помогают лучше узнать об экономических возможностях, культуре и особенностях Шри-Ланки и на время окунуться в аутентичную атмосферу республики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова